Не здороваюсь, тема слишком серьезная. Итак, с сегодняшнего дня у меня будет целый цикл передач, роликов, выпусков про наглых барыг, мошенников, жуликов и врунов в сфере предоставления юридических услуг. Например, если вот сейчас забить в гугле, там где-нибудь в поисковике, такую фразу «принять новостройку» или, например, «споры застройщикам», выдаст охеренно большое количество всяких различных организаций, юристов, адвокатов, которые на 100% знают, как вам помочь и могут сделать там огромный спектр услуг за космически нереально большие деньги или же наоборот за дико ничтожно маленькие деньги. Это огромный рынок, это очень интересная тема. В том числе, почему это важная тема? На сегодняшний день в нашей огромной стране, в Россиюшке, напрочь отсутствуют такие продукты, которые производятся внутри страны и реализуются. А недвижимость – это как раз один из единиц таких вот продуктов. Он действительно производится внутри страны, задействована там рабочая сила внутри нашей страны и они также реализуются внутри страны. Поэтому это создает огромный кластер такой экономический. Здесь очень много денег. Большие застройщики какие-то знаменитые, они каждый год отчитываются, что они миллиардами рублей получают только зарплату топ-менеджерам каким-то. А сколько они денег еще там в черную проводят, в серую, неучтено, выводят, просто прячут. Огромный-огромный рынок. Поэтому, собственно, там и полно всякого рода мошенников, злодеев, жуликов и врунов. Поэтому вот такие вот ролики, как сегодня, помогут обычному зрителю, вот тебе там или твоему другу, распознать вот этих вот жуликоватых юристов. Ну а попавшим вот в эти ролики барыгам, юристам, жуликам, мошенникам, у которых все-таки есть хоть чуть-чуть совести, им, конечно же, придется расти уровнем, получать какие-то знания новые, брать на себя ответственность. Ну а в итоге я весь такой красивый и умный, зритель получит порцию знаний, а тупые юристы пускай идут в жопу. Как это происходит? По сценарию я представляюсь лохом, ничего не понимаю, создаю в каких-то сайтах профи.ру, юду или еще где-то задания. Типа я вот такой-то, такой-то лох, мне нужно помочь принять новостройку и, естественно, обратиться в суд. На эти мои заказы, задания откликаются юристы, адвокаты, пишут мне, значит, там в кабинете, и мы с ними договариваемся о телефонном разговоре. Некоторым же я звоню сам. Как правило, это какие-нибудь популярные юристы-адвокаты или там блогеры-юристы. Я им звоню сам и, естественно, спрашиваю, а как они предоставляют такие услуги. В телефонном разговоре я как-то обозначаю проблему, прошу мне помочь и задаю простые вопросы. Ответить на эти вопросы человек без знания законов или юрист, так скажем, который вообще никогда не погружался в эту тему, не сможет, просто не сможет. Это будет выглядеть дико глупо, нескладно и некорректно и вообще нелогично. А вопросы, кстати, я хочу сказать, я подбирал специально такие, которые мне задают, когда ко мне обращаются с этим вопросом. Сегодняшний наш герой отозвался на мой заказ с сайта ЮДУ. Это адвокат. У него 17 лет стажа. Он сам откликнулся и сказал, что хочет помочь. Адвокаты и судьи получают одно и то же образование. Они сдают одни и те же федеральные экзамены. По сути, что судья, что адвокат, это высший такой статус специалиста в юриспруденции. И, конечно же, когда к вам выходит на связь адвокат, говорит, у меня 17 лет опыта, создается впечатление, что это будет классный специалист, что его знания велики и широки, и вы полностью ему доверяетесь. С этим героем, конечно же, оказалось все совсем по-другому. Сразу предупреждаю, что из телефона разговора я повырезал напрочь всякий... Это типа того самое какого-нибудь и какой-нибудь воды, когда он говорит, говорит, что непонятно вообще, даже я не мог разобраться. Поэтому оставил только самые интересные моменты. Ну и, конечно, я буду иногда прерывать вот этот телефонный разговор, чтобы дать какие-то пояснения, объяснение, что происходит, ну и дать какую-то свою реакцию. Алло, облакат? Ну ты подписался? Алло. Да, здравствуйте. Я так понимаю, вы адвокат из вот с еду, Павел, правильно? Да. Это вы задавайте, я просто не помню, с какого объявления вы там откликнули, что там за ситуация. Потому что я там так и пролайкивал. У меня просто ситуация такая, у меня 18-го получается июля, вот буквально там через 12 дней будет приемка квартиры, и там квартира с отделкой, все сдают в сроках, у них до сентября времени. Вот, я просто думал, есть ли какие-то возможности, сценарии, там принимать так, чтобы выгодно было там, потому что, ну, соседи говорят, что там криво, косо построено все и так далее. Смотрите, ну, принимать, смотрите, так, вопрос в чем? Вы хотите съездить с адвокатом, посмотреть вообще качество квартиры? Как видите, 50 секунд разговора, у меня был простой вопрос, вот так и так, не знаю, что делать, помогите, подскажите. Он, конечно, подумал там секунд 15-20 и ничего не смог предложить. Ну а чтобы заткнуть вот эту вот образовавшуюся черную дыру, типа, ну что, он решил понакидывать мне каких-то вопросов, ну, чтобы подумать, пока я отвечаю на вот эти его дурацкие вопросы. И я бы назвал этот прием «Дай подумать». Ну и, конечно же, вывод. За первые вот эти вот 50 секунд разговора все стало понятно, он нихрена не знает, он не ориентируется вообще, что происходит, и чтобы хоть как-то получался дальше диалог, я, естественно, буду его направлять. Я буду ему подсказывать, а направлять в правильное русло, чтобы вытянуть из него хоть что-нибудь. Я даже не знаю, как вообще все это делается, я, ну, просто знаю, что говорят, надо подавать в суд, и тогда по суду можно хорошие деньги забрать. Поэтому я вот и ищу. Ну, по суду смотрите, по суду смотрите, тут нужно приехать на приемку, смотреть квартиру, соответствует ли она там всем нормам. Вот если там рабочие накосячили, там все разваливается, тогда назначается, там можно сделать строительную экспертизу, которая подтвердит, что там куча всяких там недоделок, и потом идти в суд и взыскивать деньги. Я понял. А то есть надо сначала сперва просто мне прийти, да, принять квартиру? Нужно прийти на приемку и посмотреть, что вам предложат. Погоди, погоди, я вроде бы обращался к тебе за поддержкой. А получается, я должен сам идти? Ну, я посмотрю, как мне понять, что решить. Ну, что предпринять, я имею в виду вот на этой приемке. Смотрите, ну, посмотрите, квартиру, во-первых, она должна соответствовать... У вас вообще по документам, что они вам должны, какую квартиру сдать? Я понял, что здесь происходит. Он выстрелил у себя в голове какую-то там логическую цепочку, основанную, не знаю, на чем. Но на практике вот эту вот логическую цепочку довести до простого потребителя, до простого человека не получается. Как говорила моя бабушка, нахватались верхушек. Ну, и, конечно, излюбленный уже прием нашего адвоката. Дай подумать. Для отвода накидать дурацких вопросов. Да-да, именно для отвода, внимание. Далее, вот сейчас вы услышите, он их будет задавать. Я буду на них корректно отвечать. Но фишка в том, что, получив вот эту вот информацию, его ответы нисколько не будут отличаться от того, что мы сейчас услышали. Вот послушайте. С отделкой, 55 квадратов с отделкой. Да, 9 этаж. Прям чистовая отделка, там написано. А по площади у вас квартира там сходится? А я не знаю даже, но я еще там не был. А вы первый раз квартиру видите, когда придете на... Да, 18-го июля. ...преемку? Да. Отлично. Ты узнал, что квартира с отделкой. Узнал, какая площадь. Узнал, что я ни разу квартиру не видел. По идее, сейчас должен быть какой-то обновленный план действий. Ну, валяй. Ну, уж придете, посмотрите квартиру, что там, чего. Что, опять? Я все равно должен сам все это делать? Можете посмотреть, сказать, я ее принимать не буду, потому что она вся кривая, косая. А там я слышал. Косые стены. То есть, по документам обещано одно, вы тут показываете другое, там. Вот и все, и не принимать ее. О, что-то новое. Я могу еще и не принимать квартиру. Отлично. А я им скажу, что стены кривые не скажут где. Покажи. А я даже, ну, как, я не строитель, я не знаю. Можно с собой взять эксперта строительного на приемку квартиры. Значит, надо взять эксперта строительного. Взять строителя. Замечательно. А то я уже думал, что ты никогда до этого не додумаешься. Так, я сейчас запишу взять строителя. Хорошо, а скажите, вот я его взял, все. Нет. Ну, потом дальше что как? Потом к вам. Какого? 18 июля. Да, да, июля. Вот сейчас, через 12 дней. Опять прием, дай подумать. Смотрите, могу с вами съездить туда. А нет, что-то новое. Ну, валяй, валяй. Там заплатите за выезд, посмотрим квартиру, проконсультируем, посмотрим документы, что там, чего, как. То есть, я так понимаю, по договору долевого участия. Да. А вот съездим, посмотрим, и там уже решим принимать, не принимать, то есть, в зависимости от ситуации. Осмотрим квартиру. Хорошо, тогда мне надо порядок цифр понимать, да? То есть, допустим, вас надо будет приглашать, то сколько денег, ну, вот за выезд? Обычно у адвоката выезд там тысяч пять стоит. Погоди, обычно тысяч пять стоит или ты конкретно берешь пять тысяч? А вы сам адвокат или у вас просто там свои какие-то работники или кто приедет? Я сам адвокат. Вы приедете, да? Да. Я понял, пять тысяч рублей. Потом, а строителя надо брать сразу или нет? Или сначала вас, потом строителя? Мы можем сначала съездить, посмотреть квартиру. А, то есть, теперь уже строители не нужны? А если мы не будем... Не платить лишние деньги, съездить, посмотреть, что они вам предлагают вообще, чтобы хотя бы понимать. Ну да, в принципе, логичный, хороший подход. Сэкономить где-то какие-то деньги. Хорошо, а если мы пришли, посмотрели, вот все, и поняли, что она... Как мы вообще поймем, что она не того? Мы с рулеткой будем мерить или как с уровнем стен? Слушайте, ну не того, у вас есть договор. А так, слушайте, можно я вам сейчас буквально пять минут перезвоню, звонок срочный? Хорошо, хорошо. Я вам сейчас перезвоню и мы продолжим общение. Хорошо, спасибо. А вот это вот какой-то новый прием. Доселе я таких вот приемов еще не видел. Назовем его... Да ну нахуй! Я отключил. Но чувствую я, он залезет в интернет. Потому что не знает ни хрена. Он сам себя загнал вот в этот вот тупик. Я не говорил ему каких-то умных фраз. Я не ссылался на нормы закона. Не бросал ему какой-то волшебной терминологии. Все очень просто. Я лишь сопоставил его советы и реальность. Вот теперь, я думаю, ни у кого не возникнет сомнений, что человек вообще тупой. Он вообще не понимает, что здесь происходит. Он не знает, что делать. Может быть, даже он сделал правильное решение. Наврал, что ему позвонили и слился. Надеясь, он за это время подготовится. Так, звонит мне опять адвокат. Алло, извините. Да, да. Так, на чем мы остановились? А, да. Ты типа не помнишь, с чем разговаривали? Ты типа не готовился минут 15. Мы поедем или не поедем? Как там? Смотрите, как принимается квартира. Вы приходите и осматриваете квартиру. Сравниваете с тем, что у вас написано в договоре. Что вы там покупаете? А делаете визуальный осмотр. Смотрите в окна. Поцарапано, не поцарапано. Стены кривые, не кривые. Какая штукатурка? Что за дверки? Как они там висят, не висят? Ровно, не ровно открываются, не закрываются? То есть, все, что осматриваете, визируете, делаете акт осмотра. Можете вы квартиру не принимать до того, пока страховая компания не исправит эти недочеты. Второй вариант, можете ее принять. Если вы вдруг приняли квартиру и, грубо говоря, потом выползли там какие-то там косяки и недочеты, то есть, у вас квартира-то будет находиться на гарантии, по-моему, 5 лет. Вы в течение этого срока, все, что там выползает, квартира, по-моему, 5 лет на гарантии, инженерные сооружения там 3 года. Ой, ты вроде бы начал говорить одну тему. Говорил, говорил, а потом раз, резко остановился, потом вернулся к прежнему тему, дополнил там что-то, как будто бы просто вспомнил. Да нет, мой дорогой, ты читаешь. Включил на компьютере какую-нибудь статейку или газету прям открыл, нашел там и читаешь. Вот почему ты так складно начал говорить после перерыва. Так шустренько, быстренько, логично. Ну, я не против. Если это даст результат и ты поумнешь, то, пожалуйста, читай. То, что вы потом в процессе выявите, вы потом можете все это делать через суд, написать претензию через суд, потом требовать либо исправления, либо компенсации, ну, там в зависимости от ситуации. Хорошо, значит, сейчас я просто еду, смотрю. Ну, на свой взгляд, как мне кажется. Так, получается, теперь ты уже не хочешь идти со мной на приемку и строителей я тоже не должен брать. Опять все должен делать сам. Замечательно. Давай дальше. Потому что я же не знаю, какие ровные стены или нет, у меня инструментов нет. Просто типа, как мне кажется. Ну, можно взять простой уровень и проверить вообще кривизну стены. Хорошо, я сегодня же отправлюсь в строительный магазин, куплю строительный уровень, найду где-нибудь какие-нибудь сертификаты на него, найду также сертификаты о калибровке, что он правильный уровень показывает, а потом пройду какое-нибудь обучение в интернете, пошукаю ролики в ютюбе, как, собственно, пользоваться этим уровнем, потом изучу строительные нормы и правила и ГОСТы, чтобы знать, что является отклонением, а что нет. Потренируюсь на кошках и в бой. Класс. Хорошо, что не заставил меня учить законы и самому идти в суд. Завалена она, не завалена. Просмотреть все оконные блоки, то есть они поцарапанные, не поцарапанные, то есть те ли оконные окна стоят, которые у вас заявлены в договоре. То есть сравниваете, что вам должны передать по договору с какой-то отделкой и соответствует ли это. То есть ваша задача на начальном этапе выявить по максимуму всяких недочетов. Выявили, подписали акт осмотра и сказали, что принимать квартиру не будете до момента выявления, до момента исправления всех этих косяков. Я понял. То есть, значит, допустим, я не буду исправлять, они там до сентября успеют исправить, все потом исправят и все, и мне получается судиться не надо с ними. Да, да. Если потом что-то вы принимаете, квартиру, еще что-то вы находите, там в процессе что-то протекать, то потом можно все в судебном порядке. Единственное, что придется проводить экспертизу, то есть особо там прям так не совсем сложно. Нет, это сложно. Сложно не только для меня, но и для всех остальных простых людей. Окей, хорошо, скажите, а вот еще такой вопрос. Вот просто 18-го, допустим, я им скажу, что вот мне не нравится, я не буду принимать, а мне надо принимать. У меня горит, у меня вон, блин, ипотека, и съем, и все такое, я уже поскорее хочу. Можно будет, ну, принять, а потом уже разбираться с этим? Нет. Нельзя? Жаль. Можно будет принять. А, значит, все-таки можно. Ну, тут нужно исходить из того, как себя поведет представитель строительной компании, то есть что он скажет. А, значит, есть разные варианты. Например? Будет ли у них есть, у них есть срок сдачи квартиры. Да, до сентября. До сентября они мне говорят. До сентября. До сентября. То есть в этот срок они должны сдать вам квартиру такую, какая у вас прописана в договоре. Такой же площади, такого же качества, с той же отделкой, которая прописана в договоре. Вот. Вы можете прийти и сказать, ребят, я вот так мы составили, посмотрел, квартира вся кривая коса, я ее принимать не буду. Ну, я вообще-то хотел принимать. Я об этом так и сказал. Давай еще раз. Давай по новой, Миша. Все хуйня. А, я хочу. Ну, если вы хотите. Да, я просто к тому, что вот, если мне надо принять. Нет, ну, смотрите, я вам рассказал. Вы можете сказать, что вы принимать ее не будете, эту квартиру, и пускай они все исправляют, а им нужно исправить к тому моменту. К какому такому моменту? Потому что если они к тому моменту не исправят, и вы в эту дату не примите квартиру. В какую дату? То есть, потому что она вся кривая косая, то есть, там, соответственно, другая история начинается. Не-не-не, это же, дорогой, хорош, не надо больше никаких историй, ты вот эту вот историю закончи. Вот, либо вы, то есть, тут нужно смотреть, как поведет себя представитель строительной компании. Я и думаю, если я туда впущу, они мне все тяп-ляп сделать. Я вообще не хочу их пускать. Просто, ну, сам переделаю, а потом с них деньги возьму, да и все. Возможно так? Ну, смотрите, вам, если вы примите квартиру, потом вы решите, что у вас там стяжка кривая, стены кривые, там все косое. Да. Вам, во-первых, нужно написать им претензию, а в идеале лучше потратиться и провести строительную экспертизу, чтобы вообще все недочеты в этой квартире, чтобы приехали там эксперты, они ее всю перемерили. А оборудованием, посмотрели всю кривизну, какая она вас кривая, косая, то есть, что там где отслаивается, не отслаивается, что там сделано там по строительным нормам и правилам, что нет. Так все-таки мне надо звать строителей. Ты просто 4 минуты назад говорил, что не нужно звать никаких строителей. А потом уже с этим документом писать им претензию и говорить, ребят, что все кривое косое, а переделывайте. Так я же говорю, что я хочу принять, мне сильно надо принять, меня со всех сторон прижимают, мне срочно надо принять. Вот если бы он один раз, но твердо сказал, послушай, дорогой, у тебя такого права нет, ты не можешь принять новостройку, если есть там какие-то недостатки. Все. Я бы просто сказал, он ошибается, он не знает закон, он тупой, все, и прошел бы дальше. Но кон не говори. Он начинает выдавать какую-то новую информацию, накидывать какие-то вроде бы слова. И вот-вот, вот-вот, вот сейчас он что-то выдаст такое новое, что тебе станет все понятно, и заканчивается все равно одинаково. Принимать не буду, переделывайте. Надо будет ждать после. Нужно смотреть условия вашего договора, потому что есть общий порядок, а есть условия в договоре. Если в договоре там написано, что если вы там в течение пяти лет появляете какую-то кривизну вашей квартиры, то вы там обязуетесь сначала прибежать там к управляющую компанию. А при чем тут управляющая компания? Управляющая компания не делала мне отделку. И гарантию на эту отделку она тоже мне не давала. Управляющая компания тут ни при чем. Ну, то есть, надо будет обязательно к ним идти, да? Ну, на профессина там, у нас профессина. Хорошо, вот сколько написать претензию стоит у вас денег? Смотря какая претензия. Претензия может на страницу, а может на 101 страница. Все зависит от масштаба трагедии. Одна страница, сколько тогда или как? Или время затратено? Ну, смотрите, обычно там претензия 3000 рублей. 3000, я понял. А 3000, нормально. А еще скажите, пожалуйста. Нужно понимать, какой у вас масштаб трагедии. Если там будет у вас строительная экспертиза, и там недочетов на целый том дело будет, то, понятное дело, что придется в претензии там все описывать. Ну, 5-10 тысяч будет стоить. А, то есть, если много недостатков, то надо все это описывать в претензии, я понял. А теперь запиши. Гораздо будет проще не указывать все эти недостатки в претензии, не переписывать их, а просто указать, что прикрепляем экспертное заключение, и все. Одна фразочка. Ну, все, все, все зависит от объема работы. Претензию можно подготовить там за час, а можно с ней неделю сидеть. То есть, можно начать считать трудозатраты, вот и все. Ну, от трех, значит... Так, типовая претензия от 3000 рублей. Окей, хорошо. И скажите, пожалуйста, вот просто тоже у соседа оказалось так, что у него площадь, обещали 55, а оказалось 54,6. То есть, на... 54,4, на 0,6 меньше, чем обещали. Вот, он, конечно же, хотел денежки себе забрать обратно, и говорил, вот, построили меньше, все. Вот, они там ссылались на кадастры инженера, все такое, и просто сказали, что у вас в договоре прописано, что если один квадрат, разница, неважно, плюс или минус, никто никому ничего не должен. Вот это правильно или нет? Или все-таки мне же, ну, меньше дали, чем положено? А, смотрите, ну, если в договоре указаны такие допуски, то, в принципе, там что-то доказать будет тяжело. А я думал, если договор нарушает какие-то нормы закона или права потребителя, то они автоматически считаются ничтожны. Загляните, адвокат, в судебную практику. Там вот таких вот решений, где отменяют ничтожные пункты договора, ущемляющие права потребителя. Полно, просто полно. Люди их отменяют и забирают себе денежную компенсацию за разницу в площади. И такая практика постоянно. Мы ему так сказали, типа, отвали, в принципе, до одного квадрата. Ну, да. Я понял. Хорошо, скажите, пожалуйста, потом, если пойдем в суд, все, вот это досудебное сделали, все, они там нам отказали, не хотят, и мы потом подаем в суд. Там что, как? Мне надо будет говорить, по каким моментам судиться? Или вы сами смотрите документы и говорите, вот там-то, там-то там нарушены? Нет, нет, вам ничего не нужно. Если мы там будем судиться, этим делом там заниматься, то изначально, изначально, с самого начала лучше с этим делом позаниматься, чтобы... Окей, а вот из вашего опыта, да, просто, ну, вы, наверное, такими делами занимались. Сколько вообще можно выиграть в этом суде? Или вообще ли как? Какие требования там потом можно будет им загнуть? Вы знаете, тут не скажешь, тут поле деятельности очень большое, что им можно загнуть, что им можно, с них можно взыскать. То есть тут диапазон всего большой. Вот так вот на вскидку не скажете? Ну, просто по опыту, что обычно просите у них, ну, требуете? По опыту просим денег. Это гениально. Ну, я имею в виду, за что именно? Я просто смотрю, считаю, да, всю математику, выгодно-невыгодно все это, ну, и обращаться, не обращаться. Потому что, ну, некоторые соседи говорят, что... Ну, смотрите, тут нужно понимать какие-то исходные данные. Вот мне сейчас трудно что-то сказать, не понимая вообще, как бы, что чего, от чего толкаться. Так ты бы позвонил нормальным, серьезным людям, которые действительно занимаются вот такими вот вопросами, которые действительно помогают дольщикам. И спросил бы у них то же самое. Они бы сходу тебе прямо накидали все стандартные требования. У него стойка за прострочку, компенсация за ремонт вот этих вот самых косяков и недостатков, штраф 50%, неустойку за отказ исполнения требований, моральную компенсацию, судебные расходы, другие подтвержденные убытки. Все, и ничего сложного. Для этого не нужно смотреть договоры, изучать их. Все и так на поверхность. Нормальный специалист об этом, обо всем знает. То есть тут надо все, хотя бы от чего-то начать отталкиваться и потом считать. Так вот я сейчас не могу сказать, по какому сценарию тут действовать, потому что, ну... Я просто думал, да, там, как-то обычно. А еще вот такой вопрос. Сколько будет тогда вот стоить вот все там, как оно называется, когда без обжалования всяких? Первая инстанция как-то так, да? В судах, в судах, чтобы полностью до решения суда дойти, сколько надо будет денег? Ну вот мы подаем вам, мы даем с вами договор, заключаем, чтобы вы судились, все, и чтобы вы получили судебное решение. Сколько надо денег заплатить вам? Смотрите, ну, обычно у меня клиенты... Обычно у меня клиенты... Денежная политика строится как? Оплачивает какой-то аванс за вход в дело, в зависимости от сложности, он там от 10 тысяч и выше составляет. И гонорар успеха в зависимости от взысканной суммы. То есть, если я там, например, ну, по вашему делу, если оно там, как-нибудь простенькое, суммы там небольшие, там, за вход в дело там 10 тысяч рублей. И плюс мы договариваемся на процент от суммы, которую я взыскиваю. А какой процент? Если я там взыскал, то вы какое-то там процентное соотношение там выплачиваете. Там 15, ну, средний процент, 15-15 процентов составляет. Вот. То есть, если мы... Если я там ничего не взыскал, то, соответственно, вы ничего и не платите. Я понял. То есть, если мы всего лишь... Тут нужно еще понимать характер дела. То есть, есть дела, где уже изначально видно, что там 99% закончится в вашу пользу. Есть дела спорные. Я понял. Просто потому, что я, допустим, 100 тысяч выиграю, значит, 10 и 15 процентов. 25, значит, заполучу, правильно? Ориентировочно, да. То есть, свои расходы на адвоката мы еще приплюсуем туда сверху. То есть, мы будем взыскивать... Я знаю, это как расходы. Суд покроет расходы судебные. Судебные расходы, да. На юридическую помощь, госпошлину, на проведение экспертизы. То есть, эти все расходы, они вешаются на отвеч. А еще госпошлина будет? Да. А, еще госпошлина. А сколько она будет? А, тут надо понимать, наверное, суммы иска. Тут считать нужно, там сетка. Угу, от суммы иска, я понял. В спорах по защите прав потребителей не нужно платить госпошлину. Это вранье. Об этом знают даже ватники, которые в пятерочке угрожают, что затаскают всех по судам. Госпошлину нужно платить только в случае, если сумма иска свыше миллиона рублей. И то нормальные ушлые юристы, когда видят, что сумма большая, они специально разделяют требования на несколько исков, чтобы не платить эту самую госпошлину. Ну, а вообще по практике, даже вот здесь, в этом дорогом сегменте, 10-15% рисков, у которых цена свыше миллиона рублей. Ну, в принципе, все ваши расходы грузятся на ответчика. А, на ответчика. Да, в принципе, все. Просто мне вот единственное, да, вот странно как-то, не могу просто понять, что мы примерно будем требовать. Я просто посмотрел по форумам, там пишут обычно. Обычно всегда в судах требует эта строчка. Неустойку, убытки и разницу в площадь. Поэтому мне как бы хотелось бы... Это, смотрите, неустойка, убытки, это когда мы говорим по спору, по договору долевого участия. Так мы, собственно, из-за него тут и собрались. То есть, если строительная компания вовремя не сдала объект, то, соответственно, можно с нее требовать неустойки. То есть, в зависимости, это мы говорим про все, что касается приемки квартиры. То есть, они вам сдали вовремя, не вовремя, той площади, не той площади, там и т.д. и т.п. Вот, если мы говорим о том, что вы квартиру приняли и потом что-то начинает вылазивать, то есть, там, соответственно, другая история. Я понял. Поэтому сейчас тут трудно что-то сказать. Мы просто с женой тоже, с соседями тоже смотрели, и там еще говорят, штрафы какие-то бывают застройщику за то, что они там что-то плохо делают. Да. Правда, да? Да, есть штрафы, да. А они как? Как вообще они? Надо жалобы писать или просто в суде забирать, чтобы штрафы эти получить? Нет, это все в суде решается. Вам без суда никто ничего платить не будет. И неустойки, и не пение, и не штрафы, ничего. Все эти вопросы назначают в суд, только через суд. А большие там? Небольшие? Ну, примерно, хотя бы понимать, границы, рамки там. Или там за... Слушайте, все индивидуально. За каждое нарушение по-разному, да, наверное? Ну, конечно. Все. Вот тут уже можно ставить конкретную жирную точку. Штраф, соотказ, исполняя требования потребителя, прописан в законе. Черным по белому. Это твердые, однозначные цифры. 50%. Не больше, не меньше. Все. И если вот этот адвокат об этом не знает, значит, он никогда не встречался вот с такими вот вопросами. Он никогда не помогал обычному потребителю. Ладно, все, спасибо большое. Сейчас тогда мы будем думать. Если что, тогда уже обратимся. Спасибо большое. До свидания, Павел. До свидания. Вот это фрукт. Вот это покемон. Все. Слава богу, это уже все закончилось. Меня дико от него трясет. Я уже весь вспотел. Ко мне бывает, часто люди обращаются за советами. Ну, знаете, там, по недвижке или там по судам, по юридическим каким-то вопросам. Я начинаю как-то погружаться и понимаю, что у него на самом деле там есть кто-то, кто ему помогает. Но он дико не справляется. Я говорю человеку, посылайте нахер такого специалиста, он вам только сделает хуже. Но не могут люди. Они уже зацепились, им неудобно, некомфортно и все. И тогда мне и вот этому вот человеку, жертве, приходится работать, стараться, уделять какое-то время, чтобы доделать вот эту вот работу. Мы все помогаем ему, чтобы он помог клиенту. Ну, а теперь, наверное, у вас остался вопрос. Че я пристал к этому чуваку? Ну, вот че я от него хочу? Ну, чувак, допустим, работал всю жизнь адвокатом, занимался уголовками, там, спорами с кредитами, еще какими-то, да, там у него вот страничка есть в ВК. Видать, там теперь трудно очень стало работать или ему надоело, сильно тратит себе нервы в этих вопросах. Ну, решил попробовать себя с застройщиками. Ну, первые шаги делает. Ну, можно же простить человека, можно помочь, направить, чтобы всем было лучше. Нет, мои дорогие, нет. Нет, обратите внимание, какая у него страничка. Нету личной фотографии, нету каких-то ссылок на соцсети, никаких юридических названий, ничего. Обычные адвокаты дают ссылку на свой уникальный какой-то номер, где они зарегистрированы в адвокатской палате. У этого же их нет. Ну, а если мы начинаем пробивать его номер в каких-нибудь, знаете, вот таких вот сервисах, типа Глаз Бога, никакой информации нет. Вот этот номер телефона, он нигде не фиксируется, только единственная страничка ВКонтакте. А почему это так все? Да, ответ на самом деле очень прост, но на поверхности. Чтобы не было ответственности, понимаете, чтобы никто не смог его спросить за это. Чтобы если что, он смог умыть руки. Вот и все. Поэтому жалеть его? Нет, он хитрожопый, знает заранее, что будут проблемы. Я, конечно, могу ошибаться, но такое мое мнение вот на сегодняшний день. Если у вас другое, пишите, пожалуйста, в комментариях. Забегая вперед, хочу вас обрадовать, что у меня вот таких вот самых фруктов, типа вот этих адвокатов, есть еще много. Есть юристы, есть адвокаты. А самое интересное, есть знаменитые юристы и адвокаты, есть юристы-блогеры знаменитые, специалисты в строительстве тоже есть знаменитые. Поэтому, если вам интересно, пишите комментарии и подожгем вот эти вот блогерские жопки. И про репостики не забудьте распространить там среди юридического сообщества, как вы это любите. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok